Добрый день! В эфире Илья Вунг ТВ. У нас в гостях политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Геннадьевич Русаков. Фактически, Россия заявила о своем желании сесть за стол переговоров. На Украине это нельзя политически, потому что президент Зеленский сам себе запретил участие в переговорах. Но, конечно, прилет американского президента – это очевидный знак поддержки, проводимый президентом Украины данной ситуации, политики, признание, я не знаю, ну, в общем-то, символический шаг. Не везде политика вот такой эскалации больших военных расходов встречает понимание у избирателей. Уже начинаются стачки, уже начинаются проблемы. Правы ли мы, что мы тратим, да, такие большие налоги, говорят зарубежные европейские избиратели, на, в общем-то, производство вооружений, а не на, собственно, какие-то нужные. Многие, да, считают, и в том числе российские эксперты, что это является попыткой больше такого символического участия, да, зарубежных стран европейских, с которыми у России сейчас на сегодняшний момент весьма напряженное отношение, в попытке больше не столько помочь Армении, сколько, так сказать, помешать в России и в ее последнических усилиях. Все-таки, видимо, проблема Лачинского коридора не упирается в элементы подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном. Добрый день, Андрей Геннадьевич. Добрый день. Рады вас вновь приветствовать в нашей студии. Вам спасибо, что пригласили. Андрей Геннадьевич, вот завершилась Мюнхенская конференция по безопасности, и там очень много упоминалась Россия в качестве агрессора, в качестве фактора, который несет нестабильность и хаос, в том числе на Южном Кавказе. То есть, можно сказать, что риторика стала более жесткой, и вообще по результатам этой конференции что-то новое было выявлено вами? Честно вам могу сказать, что каких-то новаций особых не было, потому что этот тон ведь был и до этого, фактически каких-то вот таких новых поводов. Ну да, риторика, она осталась прежней, ведь все, в общем-то, идет к эскалации конфликта со стороны зарубежных стран, в том, что был Рамштайн-1, Рамштайн-2 недавно, да, сначала танки, потом истребители, потом разговор о колоссальных инвестициях в покупку вооружений для Украины. Ну, к сожалению, да, я могу констатировать, что, наверное, этот год проходит пока под знаком конфликта, особых вот еще в конце года, мы с вами разговаривали и в прошлом году, да, то есть, изменений каких-то радикальных нет, потому что, фактически, ну, Россия заявила о своем желании сесть за стол переговоров, на Украине это нельзя политически, потому что президент Зеленский сам себе запретил участие в переговорах, ну, а что здесь можно сказать? Но риторика осталась прежней, удивительной она не была, вот, поэтому что-то нового нет, я бы не назвал это каким-то, знаете, чем-то новым для российского экспертного поля. Все тезисы какие-то были, они были вполне ожидаемы. Россию, она, кстати, не была приглашена, хотя вряд ли бы, наверное, кто-то и поехал туда, потому что, в общем-то, ну, участие в том варианте, когда российские представители участвовали и излагали свои озабоченности по поводу расширения блока НАТО, а мы, как политологи, в принципе, общались с зарубежными экспертами, говорили, что для России существуют красные линии, вы помните Мюрхенскую речь выступления Путина еще тогда, где были изложены все эти озабоченности, но они какого-то понимания тогда не встретили. Да, там сказали, мы можем их сознавать, но это не реализовалось какие-то конкретные политические решения. Ну, фактически, на сегодняшний момент, чисто для российского экспертного сообщества ничего нового там, откровенно говоря, не прозвучало. Завтра ожидается послание Владимира Путина к федеральному собранию, в связи с этим очень много обсуждений, чего ожидать, есть уже приблизительное представление, в каком русле будет это вот послание, чего от него ожидать? Вы правильно сказали, что послание имеет такой правовой статус, это послание федеральному собранию, то есть глава государства выступает своими предложениями, взглядами на принятие соответствующих политических решений, которые ожидаются в ближайшее время. То есть он говорит парламентариям, какие законы, по его мнению, будут способствовать реализации социально-экономического курса и тому подобное. Ну, фактически, что мы будем говорить? Если мы возьмем разговор о каких-то бюджетных параметрах, они уже обсуждены еще в прошлом году, хотя могут быть какие-то корректировки. В России есть важные вопросы, внутренние повестки. Я напомнил, что, например, такое политическое решение, как материнский капитал, оно как раз было озвучено на послании, а потом легло в основу правовых актов. Я думаю, что это послание, конечно, целиком приурочено не просто так 21 февраля, потому что 24 февраля была начата российская специальная военная операция. Понятное дело, что там будет что-то про это говориться. Что-нибудь говорится, мы с вами узнаем, потому что мне сложно сказать, какие конкретно тезисы в этом смысле будут озвучены. Я думаю, что будут подведены какие-то, кстати, итоги, наверное, нельзя, но какие-то подведения итогов года, вот этой специальной военной операции, с чего удалось добиться. Данной ситуации, наверное, больше и не столько только в военном смысле, потому что я думаю, что вряд ли этот темп будет сильно озвучиваться. Скорее всего, в контексте того, что за это время 4 региона вошли в состав Российской Федерации, они уже в Конституции. Да, это территория Российской Федерации, поэтому, скорее всего, разговор идет о налаживании мирной жизни там. Но есть еще какие-то конкретные внутриполитические вопросы. Я напомню, что на этот год, еще в конце прошлого года, министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу была озвучена военная реформа. Я полагаю, что, возможно, разговор пройдет и про нее. Вот она из ближайших внутриполитических российских событий, это переход возраста призыва постепенно с 18 до 21 года и по на срочную службу и завершение до 30 лет. Но это предложение, то есть это еще не законопроект, да, потому что, я думаю, что еще будут обсуждения. Возможность для призывников срочной службы с первого дня службы заключать контракт, ну и какие-то иные вещи, я думаю, что тоже могут быть озвучены. Но я повторюсь, что у России масса, ну не масса, но есть и вопросы новые, порядка, поэтому фактически, конечно, он будет касаться и вопросов внутренней политики. Могут касаться элементы поддержки и малого и среднего бизнеса, часть сфер бизнеса, особенно какие, ну, будем так говорить, испытывают проблемы из-за введенных санкций. Элементы государственной поддержки или чего-либо другого тоже могут быть анонсированы. Не только, конечно, тема специальной военной операции. — Вы сказали, что Зеленский сам себе запретил участвовать в переговорах. — Да, запретил. — А вот сейчас Байден находится в Киеве, этот визит уже называют историческим. Можно ли сказать, что вот он своим визитом как-то еще больше усилил эскалацию этого конфликта? Как вы вообще прокомментируете его визит? И, может, все-таки внешние силы тоже не позволяют Зеленскому участвовать в переговорах, не только сам себе? — Я думаю, что, конечно, очевидно. Ну, визит для Байдена стал для меня несколько неожиданностью, честно вам могу сказать. Я прочитал из него и СМИ, потому что как-то он нигде не анонсировался и стал каким-то таким, во всяком случае, для меня. Я, может быть, кто-то предполагал, я не совсем ожидал его и смысл, может быть, я не видел. Но, конечно, прилет американского президента — это очевидный знак поддержки, проводимый президентом Украины данной ситуации, политики, признание, я не знаю. Ну, в общем-то, символический шаг, потому что финансовые вопросы, они уже были обсуждены, мы и знаем, фактически, в решениях, предложениях о поставке техники военного направления, различного плана снарядов, оружия, там, чего-либо угодно. Все это, в общем-то, уже легло в основу политических решений американского руководства. Это, скорее, больше символический шаг, чтобы президент Байден не побоялся, приехал в Киев, так сказать, вот, наверное, что-то еще. Посмотрим, какие там будут заявления, несложно сказать. Понятно, что американцы не выступают в роли переговорной площадки, какие пытаются сделать другие страны. Я даже могу сказать, что потому что читаю, я не знаю, реальность это или нет, конечно, да, я могу предположить, что контакты и попытки организации переговоров идут во многих странах. Я это вижу, это, во всяком случае, видно по процессу обмена военнопленными, посредников, то есть какие-то разговоры идут. И, возможно, там в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Турции, я полагаю, что на каких-то других площадках. На Мюнкинской конференции, кстати, про которую вы сказали, там была озвучена инициатива Китая по мирному плану. Но я полагаю, что господин Байден все-таки не приехал с мирным планом. Вот в отличие от других политических лидеров, какие, в общем-то, говорят о посреднических усилиях, о попытке, когда организации переговоров для двух сторон, думаю, вряд ли визит Байдена из этого толка. На мой, конечно, взгляд. Мы, конечно, с вами увидим итоговые заявления, что там будет произнесено, но, я думаю, визит больше символический, нежели политического плана, потому что ничего особо нового, мне кажется, что Соединенные Штаты предложить не могут. Кстати, давайте не забывать, что вообще внутриполитическая повешка, про это шоу-разговор, я читал по итогам, про которые вы сказали, не везде политика вот такой эскалации больших военных расходов встречает понимание у избирателей. Уже начинаются стачки, уже начинаются проблемы, правы ли мы, что мы тратим, да, такие большие налоги, говорят зарубежные европейские избиратели, на, в общем-то, производство вооружений, а не на, собственно, какие-то нужные. Может быть легче попытаться все-таки, так сказать, вложить свой вклад в деэскалацию ситуации, нежели вот такую поставку оружия, которое, понятно, будет стрелять. В армяно-российских отношениях в последнее время тоже наблюдается обострение, какой-то кризис, и наглядно видно, что Армения, в принципе, начинает разворачиваться в сторону Европы. Армения пригласила сюда европейских наблюдателей, миссию, которая уже начинает свою деятельность, что не нравится России, и Россия открыта, это показывает. Почему Россия сдает позиции и позволяет Армении вот так в сторону Запада разворачиваться? Ну, я бы, наверное, может быть, смягчил некий вопрос, да, действительно, вот приезд этой миссии наблюдателей, который сменил еще одну миссию наблюдателей, мы тоже про это с вами разговаривали. Я по сообщениям армянских СМИ следил за итогами их работы, какие сообщали, кстати, они не столь публично, да, скажем так, освещали, стояли какие-то люди. Я не совсем понимаю, честно вам могу сказать, зачем собираются наблюдать эти наблюдатели, в силу отсутствия делимитированной, демаркированной границы. Собственно говоря, да, Азербайджан не дал согласия на присутствие этих миссий на своей границе, в отличие от мандата миротворцев, если мы будем там говорить, которые на Горном Карабахе. Вот, то есть, я не совсем понимаю, как они собираются наблюдать за той границей, которой границы нет. Вот, какая это будет миссия, какие будут ее итоги политического толка, то есть, что она будет фиксировать. Потому что, собственно говоря, да, и, конечно, это вызывает раздражение в силу того, что, ну, на мой взгляд, скажем так, что не все хотели вмешиваться, европейские страны, еще и, например, Карабаха, да, в район посредников. А в данный момент вмешательство конфликта, оно ведь должно приходить к его решению, на мой взгляд. И здесь, понятное дело, что, скорее всего, помощь, которую предлагала Россия в делимитации границ, она более важна. В этом я не совсем понимаю суть их мандата. Многие, да, считают, и в том числе российские эксперты, что это является попыткой больше такого символического участия, да, зарубежных стран европейских, с которыми у России сейчас на сегодняшний момент весьма напряженные отношения, в попытке больше не столько помочь Армении, сколько, так сказать, помешать в России и в ее посреднических усилиях. Мне не совсем ясна ситуация с работой вот этих вот миротворцев, миротворцев, извиняюсь, наблюдателей на границе, потому что я не понимаю, ну, в данной ситуации, как они будут фиксировать нарушения, потому что границы-то нет. И у каждой стороны из участников трактует свою пользу, собственную пользу. Ну, что может произойти, вот я не совсем понимаю. И повторюсь, мне не очень ясны итоги, ясны итоги работы предыдущей миссии. Они ведь тоже нигде не озвучены, предыдущая миссия работала. Она ведь должна была что-то опубликовать, во всяком случае, может быть, на что-то и публиковала. Я никоим образом не хочу заранее их в этом упрекать, но я эти итоги не увидел. То есть, что они не зафиксировали ни одного нарушения. Или зафиксировали столько-то, кто нарушал. Да, то есть, но в отсутствии согласия двух стран, да, в данной ситуации Азербайджана, признать итоги миссии неангажированно, я думаю, что, ну, весьма проблематично. Миссия должна быть дифферентна к двум сторонам. Она должна проходить в условиях, так сказать, признания двух ее в качестве посредника. А здесь она, очевидно, приглашена одной стороной. Я повторюсь, мне кажется, не совсем это все ясно для меня. Вот господин Володин, находясь в Баку, сделал такое заявление, что кто заигрывает с Западом, может потерять страну. Кого он имел в виду, Азербайджан или Армению? Не знаю. Мне сложно комментировать вне зависимости от контекста заявления того или иного политического лидера, политического деятеля, в том числе Российской Федерации, вот в каком контексте они были сказаны. Но в качестве примера здесь, конечно, большинство и часть, я думаю, историка, я понимаю, что каждая страна стремится примерить ее либо на себя, либо на кого-то другое и трактовать из очень многих аспектов, потому что, понятное дело, сейчас мы живем в весьма конфликтном поле. Я думаю, что, в принципе, прежде всего, все-таки тема была адресована в адрес Украины, наверное, которая фактически действительно по многим своим деяниям превратилась в политический актер в антироссию, как правит, мы с вами прекрасно знаем. Поэтому я думаю, что мне проблематично комментировать слова, вырванные из контекста, тем более, когда страна не указана конкретно. Я полагаю, что, на мой взгляд, все-таки в контексте того, Армения не совсем относится к тем странам, на мой взгляд, которые, очевидно, заигрывают там с западом. Какие-то элементы политической игры, несомненно, могут быть в данных реалиях. Но, что я могу сказать, Россия и Армения являются членом до сегодняшнего момента экономического союза, Евразийский экономический союз, она является членом УДКБ. Откровенно говоря, встречаясь с армянскими политиками, я не вижу там каких-то мыслей выхода из УДКБ, все реалии эти прекрасно понимают. Поэтому говорить о том, что политические силы в каждой стране разные, наверное, действительно надо понимать, что не надо становиться форпостом и участником противостояния между большими странами. Это самый главный, наверное, урок многих конфликтов, потому что, когда страна себя приглашает в качестве площадки, ну, это может закончиться для нее, наверное, не самыми лучшими итогами. Во всяком случае, в экономическом и социальном смысле. На Ваш взгляд, почему вот настолько затянулась блокада Лачинского коридора? Ну, здесь вопрос, наверное, идет из глубины, да, если вот еще тогда, когда начинало подписываться это соглашение по Нагорному Карабаху. Я понимаю, что была буква и был дух вот этого подписания соглашения. Как бы мы, может быть, я не был участником этих переговоров, понятное дело. Более того, и сами участники, руководители стран не сильно комментировали их итоги, потому что там было многое сказано за камерами, да, много было конфиденциальности. И только сейчас мы начинаем узнавать все потребные, все вот особенности этого соглашения. Как я понимаю, это моя личная трактовка в тот момент, когда подписывала соглашение вот о прекращении огня, да, то есть во многом, вы помните, был вопрос на Валдайском клубе Путину тогда еще об этом конфликте, да, были миротворческие усилия, удалось уговорить азербайджанской силы остановиться там в пяти километрах от Степана Акерта, чтобы не избежать лишних жертв. Как я понимаю, был буквой, был дух соглашения. Соглашение предусматривалось и, как я понимаю, инстрактовано таким образом, что пока миротворцы стоят, стороны начнут подписывать или готовиться к мирному соглашению. Ну, в силу ряда причин, это соглашение оказалось на сегодняшний момент, ну, я не знаю, я, конечно, прочитал в новостях о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян направил свою версию там, вот, мирного договора азербайджанской стороне. Она, конечно, не опубликована, никто не знает, что там написано, но на сегодняшний момент понятно, что, в общем-то, вот, когда нет какой-то конкретики, вот, по поводу блокады Лочинского коридора, понятное дело, что здесь есть машины, как я из СМИ получаю ту информацию, какая есть, машины миротворческой миссии и Красного Креста проезжают, каким-то иным там дан вопрос. Миротворцы ограничены в инструментах влияния на ситуацию, да, то есть они находятся в определенном статусе, который, видимо, им, ну, на сегодняшний момент то, что они могут делать, они делают. Ну, все-таки, видимо, проблема Лочинского коридора не упирается в элементы подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном. Когда это будет подписано, мне сложно сказать, потому что это вопрос все-таки самой Армении и Азербайджана и как там будут защищены права армян Карабаха. Вот, я понимаю, что позиции сторон здесь не окончательно урегулированы, хотя господин Пашинян выступал в парламенте и говорил, что партнеры требуют понижения статуса требований к Азербайджану. О каких партнерах, кстати, тоже не шел разговор, да, что за партнеры, это кто, какие страны. Партнеры попросили понизить планку, да, то есть фактически, то есть, и армянская страна была готова на подписание мирного соглашения, как я понимаю, в контексте гарантии безопасности армянской общины и политического статуса определенного, автономии или еще какого-то. Потом, насколько я понимаю, что Азербайджанка не слишком сильно устроила, хотя это тоже все, опять же, в большинстве своем, знаете, как бы доносится через руки экспертов, потому что сами по себе эти переговоры всегда остаются в тайне. То ли реально это было, или я вот пересказываю чью-то версию, тоже не могу сказать, потому что стороны немногословные, но понятно, что вопрос весьма щепетильный, весьма щепетильный и конфликтный. Пока вот, да, события, проходящие в Лачинском коридоре, вызывают грусть, вот определенную, хотя вот я там смотрю новости оттуда, какие-то машины все-таки ходят, вот вопрос, да, наверное, нелегкий, как решить. Сложный этот вопрос поддается решению. Вот понятно, что две стороны конфликта выставляют свои требования к миротворцам. — И вот в связи с этим разрушительным землетрясением в Турции, как вы считаете, ну, турецкие чиновники уже открыто говорят, что, возможно, оно вызвано какими-то искусственными причинами, обвиняют там американскую сторону, но, на ваш взгляд, может это землетрясение привести к тому, что Турция, если она раньше вот так высказывала желания и всяческие своими действиями стремилась стать региональным и даже каким-то международным важным игроком, то после землетрясения она выйдет из этой роли активного деятеля. Вот такого вот. — Ну, я здесь, конечно, дошел бы в сторону немножко первого вопроса. Да, конечно, мы с вами рассматриваем политический вопрос, хотя, конечно, это колоссальная гуманитарная катастрофа. То есть погибло большое количество людей, которые, в общем-то, ходили каждое утро на работу, да, там, воспитывались детей, то есть, ну, собственно говоря, были совершенно добропорядочными гражданами. Вот мы рассуждаем про политическую роль, да, и на сегодняшний момент, конечно, понятное дело, что все это произошло в преддверии президентских выборов в самой Турции. Оппозиция обвиняет власти. Вот пока что я там не слышал персональных обвинений в стандартах строительства, в том, что они не соблюдались и что, в принципе, часть это там... Насчет рукотворного, конечно, я думаю, что я не слышал таких заявлений, что кто-то там что-то подорвал. Понятное дело, что это землетрясение и так далее. С автошоками многочисленными, ну, во всяком случае, я не слышал таких версий, что там кто-то что-то подорвал. Я думаю, что версия эти маргинального толка все-таки. Вот и вряд ли к ней можно относиться с какой-либо даже долей серьезности. Вот, кто имеет, она будет иметь политические последствия, экономические. Да, Турции придется, учитывая ее девальвацию лиры и сами по себе экономические вопросы, конечно, это колоссальный удар по турецкой экономике. И сможет ли она поддерживать свои амбиции на внешнеполитическом поле, сказать сложно на сегодняшний момент, потому что непонятно, какие выводы все-таки будут сделаны. И всего из этого, вот, я понимаю, что впервые за все время вот была открыта армяно-турецкая граница, Армения отправила туда гуманитарный груз, вот туда приехали армянские спасатели, ездил министр иностранных дел Армении в Турцию, да, уже, может быть, конечно, повод не очень хороший, но, тем не менее, там стоялись встречи, он встречался со спасателями. Вот, обсуждается это все в контексте того, чтобы было заключенное соглашение между Арменией и Турцией. Ну, понятное дело, что я, здесь мое личное мнение, что пока не будет заключено соглашение между Азербайджаном и Арменией, конечно, разговаривать о заключении соглашения между Арменией и Турцией преждевременно. Вряд ли они это сделают до момента завершения вот переговоров какого-либо, да, подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, потому что, в принципе, это очевидно, кто поддержка Азербайджана, Турции, поэтому здесь, конечно, соглашения не будет. Какой-то элемент потепления отношений, наверное, да, возможен, во всяком случае, понимая, что армянские власти своими гуманитарными шагами показали, ну, скажем так, свою готовность к диалогу. Вот, ну, гуманитарные вопросы, да, они тоже оказали. Думаю, что Турция, ну, в данной ситуации рада была любому виду помощи, которую оказывала, в том числе Армения. Это впервые за все время блокады была открыта эта граница. Андрей Геннадьевич, большое вам спасибо за интересное интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова